Всем привет! Продолжаем рассматривать вариант, как сделать сундук пиратский. Так, первый способ мы рассмотрели, как его сделать. Он сохранён, потом будем рассматривать, с какой модели будем делать дальше. Так, что теперь делаем? Рассмотрим ещё один способ, как да что. Всё, переключимся на нижнюю часть вот эту, сделаем дубликат, вот так вот, посмотрим, что здесь да как, вот такая штука. Переключимся на дубликат и попробуем работать резкой. Ctrl-Shift, выбираем Trim Curve, ну и вот так вот, сколько нам надо от этой модели мы отсобачим. Желательно, чтобы она была поровнее, вот так где-то. Так, в геометре отключим Delo, и вот так всё это дело отсобачим. Можно чуть-чуть побольше, вот так вот. Следом, что ещё можно сделать, отсобачим ещё чуть-чуть, вот так вот. Вот такая заготовка получилась, и вот теперь с ней можно будет работать. Жмём Ctrl-W, и теперь дадим ей, сделаем ей Dynamesh. Вот такая штука. Добавим ей Divide, Ctrl-D. Зайдём теперь в Deformation, и нажмём Inflatten, прибавим. Вот такая уже боковая штукенция получилась. Теперь, Ctrl-Z. Теперь зайдём в Geometry, и найдём Modified Apology, Mirror and Valve. Уберём Delo. Вот так вот можно делать боковины. Потом можно им чуть-чуть придать вот эту вот точность граней. Получается... Так, вот такой способ есть. И теперь можно всё это дело сделать зеркально. Geometry, Modified Apology, по какой оси. Так, Ctrl-Z. По Z. Вот так вот. Вот такие накладки получились. Также можно накладки делать наверха и на остальные части. Так, попробуем теперь поработать немножко с крышкой. Вот так вот сделаем дубликат. Ну и попробуем то же самое. Только попробуем теперь Trim Rect. Раз она у нас более-менее ровная, вот по этим сторонам выравниваем и вот так вот обрезаем. Вот таким образом. Ну и тут давайте немножко обрежем, только теперь Trim Rect. Вот так вот. Опять же вот по этим равняемся, чтобы было всё красиво. Назначаем одну полигруппу, делаем Inflaten. Или можно поработать с геометрием. Или можно поработать с геометрием. В геометрии делаем Size. И немножко вот так всё это дело прибавляем. А потом можно будет подогнать. Ну продолжаем наверное Deformation и опять же Inflaten. Ну нравится мне. Прикольно так. Раз так. Вот так вот, гладенько, ровненько, чётко. Теперь Relax. И зайдём опять же в геометрии, сделаем Dynamesh. Смотрим, что получилось. Всё прикольно. Всё хорошо. Так, ну а вот эти части, наверное, внутренние всё-таки сделаем, как вот в первом варианте. Ctrl-Z, Ctrl-W, Ctrl-Z, и вот так всё это дело замаскируем. Вот так вот. И вот так вот. Теперь сделаем опять же квадрат. И вот так вот Alt. Добавим вот такого декора. Alt. Добавим вот так вот. И вот так вот. вот такое дело получилось вот нужно вот эти полосы снизу их убрать делаем вот такое делаем и control alt теперь делаем control и теперь геометрии и можно инфлатен деформейшен опять же инфлатеном или попробовать сайзом вот так вот все это дело работает сайзом ну тоже неплохо можно оставить пусть тогда будет сайзом попробуем релакс включить что получится вот вот так control w назначим полигруппы снимем выделение ну ничего прикольно так ну и здесь вот давайте все таки наверное полукруг сделаем прошлый вариант было все классно вот где-то наверное вот так вот вот таким вот образом ну и пройдем рек там вот таким мактаром бака снимем выделение они нам там уже не нужны вот так вот делаем control и и это дело надо наверное увести вглубь вот так вот здесь потом можно цепи по цепи повесить так control z control w ну ничего так симпатично сюда можно уже будет добавлять ручки и вот здесь вот под крышку наверно все таки сделаем еще одну такую штуку вот так вот control и и поднимем это все вперед деформация сайт вот так побольше теперь на крышку переключимся и уже по обстановке наверно чуть-чуть прибавим вот эту часть которую мы убрали или в принципе не надо ничего так нормально смотрится ctrl z ctrl и и теперь можно что-нибудь тут наваять опять же добавим вот эти зубы наверно патрика т Спасибо. Спасибо. Жмём Ctrl-I и давайте ещё немножко опять же в деформацию, тут уже, наверное, инфлаты нам. Так, Ctrl-Z, Ctrl-I, попробуем сайзом, вот так вот, и немножко релакс. Ну ничего так, прикольно сверху смоется крышка. Вот таким вот образом. Так, следом нам нужны вот эти вот части ножки, да? Нужно что-то такое красивое. Так, а где у нас тут? Так, зайдём, включим Append, сделаем опять же куб, переключимся на него. Всё. Сделаем ему Ctrl... Сделаем ему Dynamesh. Ну и попробуем с него что-нибудь извоять, этакое. Так, Ctrl-Shift. Вот так всё это дело приберём. Вот так вот. Прикольно. И немножко... Немножко сделаем вот так вот. Так, ну и вот. Теперь TrimRect, нет, TrimCurve вот этот. И немножко вот таким вот искосом. Вот так вот. Теперь ротации попробуем всё это дело повернуть. И с помощью MOV вот так вот припустить что-то вот в таком духе. Ну и немножко ротации давайте попробуем вот так её перекрутить. С помощью MOV подвести. Вот так. И немножко уменьшим Size. Вот так вот. Смотрим, как смотрится сбоку. Ничего так прикольно. Ну и теперь Modified Apology и Pazet. Вот так вот. Уже что-то прикольно уже смотрится. Ну и на эту часть тоже бы добавить. Поставим и сделаем дубликат. Дубликат. Переключимся на него. И с помощью ротации всё это дело перекрутим вот так вот. И подгоним. И подгоним. Продолжение следует... ... ... Продолжение следует... Так, теперь давайте немножко всё это дело опять порежем. Вот так вот. Смотрим, что тут вообще получается. Ну и немножко с помощью X. Включим прозрачность. И вот так всё это дело приберём. Включим. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ставим Mirror Entwell в геометрии. Так, Ctrl... Они нормальные. И Mirror Entwell. Вот так вот. Ну и всё это дело можно теперь объединить и сделать одним софттулом. Делаем... Merge... Merge Down. Ок. Делаем одну поли-сетку, поли-группу. И заходим, делаем... Теперь всё это дело... Dynamesh. Делаем Zeramesh. Вот такой вариант получается сундука. Дальше будем дорабатывать. Дальше.